Дом на две семьи по адресу Ватутина 2 сгорел в ночь на понедельник в Берске. На аппаратном совещании в администрации Берска сегодня обсуждали, как город может помочь пострадавшим на пожаре. Аппаратное совещание в администрации Берска сегодня началось с минуты молчания. Участники почтили память погибших на пожаре в Купинском районе. Воскресная трагедия в селе Новорозино унесла жизни женщины и троих детей. Причиной пожара стала перегрузка электросети. В Берске в ночь на понедельник огонь тоже наделал бед. Чудом обошлось без жертв, хотя есть пострадавшие, доложил руководитель управления гражданской защиты Василий Пономарев. Пострадало три человека, получили ожоги различной степени. Поэтому хотелось бы еще раз напомнить и предназначение о соблюдении меры пожаробезопасности. Сейчас становится все холоднение, включаются дополнительные электроогревательные приборы, подключаются печи. Поэтому прошу всех сначала просмотреть, сделать ревизию этого оборудования, а потом уже пользоваться. Сгорел дом по адресу Ватутина, 2, на две семьи. Один из пострадавших – пожилой мужчина, накануне отметил 71-летие. Он сам и его супруга оказались в больнице. Больше всего, по информации Управления гражданской защиты, пострадала другая семья. 43-летний мужчина, 38-летняя женщина и их 19-летний сын получили серьезные ожоги. Главный врач ЦГБ Юрий Краморов подтвердил, что трое пострадавших находятся в реанимации. Причина ЧП – беспечность, констатировал глава города Евгений Шестернин. «Беспечность в городе Бирске. На часу ночи отдыхали, оставили мангал, ушли спать. Последствия понятны. Люди потеряли кровь на домовой. Простые вещи, но тут не надо ничего мудрого. Это не природный катаклизм, это связанное с грозой или еще все. Это мы сами своими руками все делаем. Я не знаю уже, так сказать, какими рейдами обкладывать город, чтобы, так сказать, предостерегать». Глава города поручил своему заместителю Сергею Носову разработать стандарт оказания помощи при такого рода ЧП. «Семья, оказавшаяся в реанимации, получит поддержку от комбината бытовых услуг», заявил директор предприятия Владимир Воспончук. По его словам, мужчина и женщина работают в коммунальной сфере Бердска. «До завтра оказать финансовую помощь им. И сегодня в три часа там будет выезд. Ребята определят необходимое количество материалов для восстановления дома полностью. Поэтому работа как бы идет». Начальник городского отдела социальной защиты Наталья Скоромных рассказала, что пострадавшим предоставлены все необходимые консультации, а главное – выделено временное жилье. Пока это гостиница, однако уже решается вопрос о предоставлении комнат в общежитии. Также отдел соцзащиты начал для погорельцев сбор вещей.